Новости на телеканале ИТВ в студии Александра Пермякова. Здравствуйте! Чем запомнился этот день моим коллегам, вы узнаете прямо сейчас. Улицы Карла Маркса и Пушкина в Симферополе к 2018 году станут полностью пешеходными и изменятся до неузнаваемости. Чем спешат удивить горожан столичные власти? Это не просто замена плитки и какое-то там бетонирование. Вопрос в том, что мы меняем полностью ублик города. Ночью спасают людей, днем отстаивают свои интересы. Водители скорой помощи требуют повышения зарплаты и снова выходят на диалог с руководством. Прямо с апреля нам заплатили только ставку водителя. То есть мне лично заплатили 7,5 тысяч. На реконструкцию центра Симферополя потратят почти полтора миллиона рублей. Деньги уйдут на замену плитки, городских коммуникаций и обустройства улиц Пушкина и Карла Маркса. К 2018 году власти обещают жителям города обновленный Симферополь. Тему продолжит Никита Егоров. 127,5 миллионов рублей администрация Симферополя потратит на реконструкцию центральной части города. Такая сумма обусловлена действительно большим объемом работы, рассказывают управленцы. В планах полная замена плитки на улицах Карла Маркса и Пушкина, замена водопроводных и канализационных коммуникаций и ливневых стоков. Все воздушные линии электропередач отправятся в специальные корбы под землей. Водосточные трубы с фасадов здания будут выведены напрямую в ливневке. Разделения между тротуаром и проезжей частью больше не будет. Теперь центральные улицы станут полностью прогулочными. Открыт проезд будет лишь для специальных машин пожарной, скорой, полиции и автомобилей, владельцы которых проживают в центре. Это не просто замена плитки и какое-то там бетонирование. Вопрос в том, что мы меняем полностью обли города. Мы убираем все сети, которые наверху. Например, Крымэнерго убирает свои сети вниз в специальной канализации. Их проводу висеть не будет. В этот канал меняет все сети, которые были там старые. И мы их выкапываем, заменяем новыми. В процессе реконструкции центра Симферополя установят шесть скульптур, а также большое количество чугунных парковых лавочек. Важным шагом станет санитарная проверка деревьев и при необходимости высадка молодых клёнов различных декоративных сортов. Также будет организовано хорошее освещение, которое сделает вечерние прогулки более безопасными. Для слабовидящих по улицам проложат специальную тактильную плитку, которая поможет особенным людям в передвижении. Учитывая, что теперь улицы Карла Маркса и Пушкина будут входить во многие экскурсионные программы, появятся еще некоторые изменения. Например, информационное табло и систему звукового оповещения. Вот это в нашем понимании создается один целостный архитектурный облик центра нашей любимой столицы. При проектировании учтены основные требования по обеспечению безопасного нахождения людей. Устанавливаются IP-видеокамеры, полный контроль уличной территории. Ну, это прежде всего для сохранения того, что мы сделаем, конечно, ну и для безопасности в том числе. Для удобства жителей и гостей будет обеспечен широкополосный охват всей этой площади интернетом. Основные работы планируют завершить к 2018 году. Это должно изменить восприятие Симферополя в лучшую сторону. Сделать из него город, улицы которого можно смело сравнивать с Московским Арбатом и Питерским Невским проспектом. Никита Егоров, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. Чуть меньше девяти сотен крымчан получили решение о праве пользования земельными участками. Все это участники так называемых полян протеста, которые были организованы на полуострове порядка десяти лет назад. Люди записались в очередь и ждали счастливого момента. В начале лета этого года власти республики заявили, документы в полном объеме очередникам выдадут до конца сентября. Для решения вопроса в Совете министров составили специальную дорожную карту. Участки, которые выдадут крымчанам, расположены в Симферополе и районе столицы. В зале собралось 840 крымчан, которых накануне оповестили о положительном решении власти выдать землю тем, кто ждал этого дня. Больше десяти лет в украинский период вердикт постоянно откладывался о власти. Использовали очередников в своих интересах, вспоминая о ситуации в нужный момент. Одним из первых документ о решении получил Константин Еремеев. Симферополец пока не обзавелся семьей и живет с родителями в свои 32 года. Теперь, имея собственную землю, может задуматься о будущем. Уже не думал, что получу. При Украине этот вопрос не решался. И вот, когда мы пришли в Россию, появилась надежда, что получим. Среди 840 крымчан, пришедших за долгожданным документом, практически нет тех, у кого с жильем все гладко. Кто-то живет по долгу у родственников, другие ютятся в маленьком пространстве огромными семьями. В число последних входит и Надежда Гусева. Я живу в двухкомнатной квартире. У меня живет со мной дочь, внук. Внуку 4 года, муж умер. Ну, стали на очередь участка, чтобы построить жилье для будущей семьи, для дочери с внуком. Получив решение, обладателям земли остается уладить формальности, оформить государственный акт и приступить к строительству. Земли уже бывших участников полян протеста расположены в Симферополе и Симферопольском районе. До заключительного этапа обработки данных всех претендентов, власти республики тщательно изучили заявления и полностью исключили возможные спекуляции. Участки достались действительно нуждающимся и в порядке очереди. Я буду жить с двумя детьми, с женой, ну и мать с отцом. Все там будем, все будем там жить. Построимся хотя бы что-то и будем начинать жить там. В общем, к началу лета властями республики была обработана чуть меньше половины из пяти тысяч существующих заявлений на получение земли. Обеспечить очередников участками в полном объеме в Крыму должны до конца сентября. За два года на полуострове жилье получили и представители реабилитированных народов в рамках выполнения федеральной целевой программы развития региона. В общем, ключи от квартир достались 170 семьям. На это государство выделило порядка 10 миллиардов рублей. Тарас Березицкий, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Об оказании помощи социально незащищенным слоям населения города, о совместной работе разных религиозных общин, о том, как и чем можно помочь нуждающимся. Об этом говорили на заседании Совета по межконфессиональным отношениям под председательством главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева. Особо острой стала тема проблемы бездомных людей. Встречаясь с представителями разных конфессий, можно определить наболевшие вопросы и найти пути их решения сообща, уверены в администрации города. Так и сделали на этот раз. Один из важных вопросов повестки дня – как и чем можно помочь людям без определенного места жительства. Сейчас эта тема снова набирает актуальность, ведь на дворе осень, а впереди зимние холода. Представитель церкви адвентистов седьмого дня предложил создать специальное заведение для содержания таких людей за пределами Симферополя. Он уже нашел партнеров, которые готовы кормить бомжей за свой счет. От православной церкви выступил отец Богдан. Рассказал, что служители принимают от прихожан одежду и раздают ее нуждающимся. Кроме этого, в некоторых приходах люди могут переночевать, принять душ и покушать горячей еды. Работаем с прихожанами и по мере возможностей, мы хотя бы на ночь определяем их, чтобы они переночевали. Они там могут принять душ и какой-то теплой пищи покушать. Вот это одноразовые какие-то моменты, когда очень холодно, чтобы мы не просто не умерли. Вот это делается. Город в этом вопросе тоже наметил план действий. Уже готовится дорожная карта, которая подходит под современные реалии. И учитывает те меры, которые могут предпринять различные конфессии Симферополя. Поднята и проблема сезонной миграции бомжей в город, когда становится особенно тяжело. Мы прописываем дорожную карту, мы ее опубликуем. Во-первых, я сейчас просто ищу пути понимания, какие конфессии будут с нами в этом вопросе. То есть вот христиане уже откликнулись, да, мы это сразу обсудили. Значит, сейчас подумают наши мусульмане, подумают наши другие конфессии. Ну, я думаю, что мы не будем затягивать, не будем затягивать. Главное понять направление и основную стратегию. Представитель города-куратора Симферополя Вячеслав Колганов рассказал, что на самом деле столица полуострова справляется хорошо и учиться осталось мало чему. Разве только лишний раз взглянуть на хороший пример побратима и продолжать работу по социальной помощи людям без крова в том же духе. Никита Егоров, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. Наболевший вопрос. Водители скорой помощи недовольны зарплатой. Уже который раз они собираются, чтобы поговорить с руководством и понять, почему же их доход не повышается, а наоборот сокращается. Причем на приличную сумму. Все проблемы выслушал министр здравоохранения Александр Галенко. Удалось ли водителям неотложки добиться повышения заработной платы? Узнавали наши корреспонденты. Ночью спасают людей, а днем отстаивают свои интересы. Водители скорой помощи вновь протестуют. Зал заседания в Доме профсоюзов еле вместил всех желающих высказаться. Люди приехали со всех регионов республики. Многие после ночной смены. Проблемы у всех наболевшие. У нас в отрасли остро назрела проблема за снижение объема выплаты заработной платы. Выплаты стимулирующего характера у нас не выплачиваются. Это с июня месяца в полном объеме. Водители пытаемся поддержать. Их заработная плата совершенно ни в какие рамки здравого смысла не лезет вообще. За оплату за август месяц в объеме снижение произошло. Как водителям, так фельдшерам и врачам. Ко всему прочему, по словам водителей, им приходится покупать мелкие детали для кареты скорой помощи за свой счет. Все началось с апреля месяца. У нас поменялся директор Центра медицины и катастроф. И с этого же момента, прямо с апреля, нам заплатили только ставку водителям. То есть мне лично заплатили 7,5 тысяч. Запчасти покупаются в схваченную с вот этой микроскопической зарплаты. Да, как ни странно, об этом знают, но молчат. Понимаете? Это глухая стена. И мы до сих пор покупаем запчасти. Мы до сих пор сами на асфальте, без всяких условий, на асфальте валяемся под машинами, затягиваем гайки, проверяем колеса, схождение, исправность машины. Все наболевшие вопросы сотрудники скорой помощи высказали министру здравоохранения Александру Галенко. По его словам, вопросы с зарплатами водителей на контроле у главы республики Сергея Аксенова. Уже есть согласованное постановление. Обещают, в скором времени водители будут получать надбавку 60% от оклада. Совет министров примет это постановление, где будет повышенная заработная плата в отделе скорой помощи, потому что это действительно отличается от всех водителей своей интенсивностью, труда и ответственностью. Поэтому по водителям скорой помощи мы здесь найдем компромисс. Что же касается стимулирующих надбавок, Александр Галенко заверил, их будут выплачивать. Более того, обещает вернуть деньги и за предыдущие месяцы. Будут и стимулирующие надбавки. И сегодня мы договорились, что уже сейчас водителям выплачиваются стимулирующие надбавки. И сейчас поднимался вопрос о том, чтобы выплатить за июль даже. То есть мы рассматриваем этот вопрос. И вот сегодня конкретные водители с конкретными вопросами обратились в бухгалтерию. Я бы хотел и считаю это необходимым, чтобы не собирать трудовые коллективы для того, чтобы разбираться по каждому работнику со своим умом, он получает расчетный лист. Если какие-то вопросы, необходимо сразу же решать с бухгалтером. Пока решается вопрос на уровне совета министров, водителям остается ждать и верить, что все обещания будут выполнены. Напомним, вот уже полгода они получают голый оклад, урезаны все стимулирующие выплаты и надбавки. Зарплата большинства не достигает даже 10 тысяч рублей. Как разрешится ситуация, покажет время. Люди в один голос твердят. Со своими проблемами они готовы дойти до президента страны Владимира Путина. Мэри Баднус, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем эфир. Смотрите далее и не переключайтесь. Порог не приговор. Как маленький Святослав уживается с патологией развития пищевода и какие прогнозы на будущее озвучивают врачи? Ребенку показан второй этап хирургической коррекции пороха, который будет проводиться в одной из федеральных клиник. Власти полуострова готовы обеспечить стопроцентную безопасность на выборах в Госдуму Российской Федерации, которые состоятся 18 сентября. На всех избирательных участках будут находиться сотрудники полиции. Маленький симферополец Святослав появился на свет с пороком пищевода. Беременность его мамы протекала нормально, пока не появились осложнения. Ребенок родился раньше положенного срока и с серьезными проблемами. Теперь малыш питается не так, как все дети. О том, реально ли скорректировать порок и что для этого необходимо сделать родителям, в нашем следующем сюжете. Семья Тысячуков проживает в Симферополе на переулке Харьковска. Четыре месяца назад у нашей героини Натальи на свет появился сын Святослав. После чего жизнь женщины изменилась. Кроме радостных эмоций появились проблемы и переживания. Быть матери и ребенка не таков, как у всех остальных. У малыша врожденный порог развития пищевода. Родился малыш и акушерчика взяла его кормить. Еще слабая была, но взяла его с бутылочки кормить. И пена пошла с ротикой, не мог он глотать пищу. Она тоже молодец, сразу среагировала. И его отправили на рентген. Рентген показал атрезию пищеводу, из-за чего он не мог глотать. Беременность протекала гладко до определенного момента. Наталья почувствовала что-то неладное и обратилась в женскую консультацию. Доктор шокировала. У девушки многоводье. Это патологическое состояние при беременности, когда количество околоплодных вод превышает норму. Наталья легла на сохранение, а спустя несколько недель родила недоношенного мальчика. Мальчика с весом 1 килограмм 625 граммов. Срок беременности – 32 недели. В июне девушка легла в клинику. Ребенка прооперировали. Ребенку была выведена гастростома, поставлен катетер в желудок для питания. И верхний сегмент пищевода был выведен на шею для того, чтобы через эту стомку оттекала слюна. Ребенок не аспирировал ее. Теперь ребенок после операционного периода протекал без каких-то трудностей, протекал штатно. Спустя несколько недель малыша и маму выписали. Наталью обучили кормлению и уходу за ребенком. Мы каждые 2,5 часа питаемся, а то и ночью питались, каждые 2,5. Сейчас он уже ночью мне дает спать. Нормально он. А днем через каждые 2,5 строго молоком грудным и смесь. У него аспиростома – это такая трубочка. И мы через шприц его питаем. Даем ему соску, чтобы он веселей. Могу ему грудь давать даже. Могу соску молочка добавить. Сейчас малыш с весом богатыря – более 5 килограммов. Он уже догнал и даже перегнал возрастные нормы. Однако для дальнейшего благополучного развития малыша нужна еще одна операция. Ребенку показан второй этап хирургической коррекции пороха, который будет проводиться в одной из федеральных клиник. Для этого раз в месяц ребенок должен появляться на осмотр к хирургу поликлиники Республиканской детской больницы, 48-й кабинет. И хирург определит сроки выполнения второго этапа операции, которая будет заключаться в восстановлении проходимости пищевода. Эта операция является ключевой. Специалисты говорят, она полностью корректирует порог, если не возникает осложнений. Высокотехнологичную медицинскую помощь могут предоставить специалисты федеральных клиник. Существуют государственные квоты, которыми вполне реально воспользоваться. Главное – наблюдаться у врача. Как только малыш будет готов к операции, следует оформлять документы. Время госпитализации назначат специалисты клиники, которую родители имеют право выбрать сами. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. На полуострове идет усиленная подготовка к выборам в Госдуму Российской Федерации. На всех избирательных участках приняты все меры безопасности, направленные на выполнение задач по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений в период подготовки и проведения мероприятия. О том, какая именно работа ведется в этом направлении в Крыму – далее в сюжете. К единому дню голосования в республике отнеслись ответственно. Предусмотрен целый комплекс организационно-практических мероприятий. Сформированы рабочие группы по взаимодействию с органами местного самоуправления и избирательными комиссиями. Более тысячи участков, куда придут отдать свой голос крымчане, находятся под присмотром правоохранительных органов. Эта кропотливая работа требует немало усилий и терпения, отметил Александр Булычев. Нами предпринимаются все усилия, чтобы эти выборы состоялись в условиях безопасности, в условиях защищенности как избирателей, так и членов избирательной комиссии. Есть информация, что возможные провокации со стороны данных деструктивных, радикальных политических партий – это в виде анонимных звонков, это с возможными угрозами совершения террористических актов. Но на данном этапе нами предпринимаются все усилия. Традиционно будет организован прием населения и горячие телефонные линии для получения информации о правонарушениях при подготовке и проведении выборов. Также особое значение уделяется реализации комплекса мер антитеррористической безопасности. Под усиленную охрану полиция возьмет места размещения избирательных комиссий и предвыборных штабов кандидатов, а также места голосования и хранения избирательной документации. На всех избирательных участках уже установлены камеры видеонаблюдения. 100% избирательных участков не будут охвачены камерами видеонаблюдения. Будут находиться на участках наблюдатели, будут находиться на участке сотрудники. На всех избирательных участках будут находиться сотрудники полиции. За двое суток до начала выборов специалисты обследуют все избирательные участки, прилегающие к ним территории, при помощи технических средств и служебных собак, а также возьмут их под круглосуточную охрану. Дарья Костенко, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. А пока Россия еще готовится к выборам 2016, Белоруссия подводит итоги. Единый день голосования в Дружественной Республике состоялся 11 сентября, куда была официально аккредитована и наша съемочная группа. О том, как прошли выборы в Белоруссии, далее в сюжете. Последняя неделя предвыборной гонки, последние подготовления и штрихи. Крым готов принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Напомним, участвовать республика в них будет впервые. И, конечно, для крымчан это почетная миссия и ответственная задача – принять участие в судьбе государства. Пока Россия готовится к единому дню голосования, дружественные белорусы уже определились со своими депутатами, которые будут трудиться на благо народа. У них парламентские выборы прошли 11 сентября. К слову, съемочная группа нашего телеканала прошла необходимую аккредитацию и готова была принять участие в выборах в Минске. По некоторым причинам поездка отменилась. Однако осветить важные события для Белоруссии мы все же решили, позаимствовав видеоматериал у наших коллег с телеканала СТВ. 11 сентября для белорусов – основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей 6-го созыва. Избирательные участки открылись в 8.00 без опоздания и завершили свою работу в 20.00. Местные СМИ отметили, что голосование прошло демократично и организованно, ведь белорусы заинтересованы в счастливом будущем своего государства. Свидетельство успешных выборов – досрочное голосование. За пять дней до назначенной даты свои голоса отдали более 31% избирателей. И уже 11 сентября с самого утра белорусы приходили на избирательные участки и делали осознанный выбор. Я смотрел по телевидению программы и теледебаты наших кандидатов в парламент. Наиболее предпочтение я отдавал тому кандидату, который больше склонялся к улучшению жизни людей. Хотелось бы депутаты, которые будут избраны, достойно отнеслись и помнили, что мы за них давали голоса, отдали голоса, чтобы наша вся молодежь была обеспечена работой. На избирательные участки приходили с семьями. Это особо радовало иностранных наблюдателей. К слову, отдать свой голос в этом году смогли почти 7 миллионов белорусов. 14 часам явка превысила 52%. И это уже означало, что выборы состоялись. Каждый участок со своей изюминкой – где-то концертная программа, где-то танцы, а вот 511-ю крестили ВИП-участком. В этот раз достаточно большая конкуренция среди кандидатов в депутаты. Я исходил из того, что насколько, будем говорить, кандидат или кандидат, за которого я отдаю голос, может быть действительно эффективен в этом законотворческом процессе. Потому что это основная функция. Не скрывали своего восторга присутствующие на участке, когда прибыл сам президент Беларуси. Александр Лукашенко голосовал в Белорусском государственном университете физической культуры. Глава государства отметил, депутаты должны настраиваться на трудную и тяжелую законотворческую работу. Нашим депутатам надо добавить немножко политической составляющей, в том числе к какой-то степени дипломатической, чтобы депутаты были более активны политически как внутри страны, так и на международной арене. Эти выборы стали самыми мультимедийными. Глава Центральной избирательной комиссии Лилия Ярмошина проводила брифинги с журналистами каждые два часа и оперативно делилась результатами голосования. Кроме того, была налажена интерактивная связь с регионами и организованы телемосты. Выборы становятся технологичными, а возможно, когда-нибудь и вовсе станут электронными. У россиян есть те же КАИБы, специальные электронные считывающие устройства, куда опускается бумажный бюллетень, и он считывается, естественно, специальной программой. С одной стороны, это ящик для голосования, с другой стороны, это уже компьютер. Уже скоро народные избранники приступят к исполнению своих обязанностей. Но Россия тем временем готовится к своему единому дню голосования, когда россияне смогут отдать предпочтение своим депутатам. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатов 225 будут выбраны по партийным спискам по единому федеральному округу – пропорциональная система. А еще 225 – по одномандатным – мажоритарная система. Для попадания в Думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах достаточно получить относительное большинство голосов. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго.